Всем привет! Сегодня я вам покажу очень полезный ролик, как можно восстановить удаленные приложения на вашем Android, если вы, допустим, сделали полный сброс настроек, или же если вы программно сбросили через Hard Reset, у вас не осталось абсолютно никаких резервных копий, либо вы вообще их не создавали. То есть вам нужно все заново искать, все скачивать. Вы, конечно же, привыкли до определенных приложений, которыми вы пользуетесь ежедневно. И вот вы не помните конкретно, где вы нашли это приложение, или зачастую просто навсего не помните название этого приложения и просто не можете найти его. Конечно же, хочется просто вернуть все, как было. То есть сейчас вам покажу один из таких способов, как можно восстановить те приложения, которые у вас уже все были установлены, вот. И при этом у вас был полный сброс настроек, и ваш телефон полностью чистый. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Итак, всего-навсего для этого нужно будет, конечно же, ваш личный аккаунт. Когда вы будете заходить полностью с нуля на телефон, в любом случае, ваш смартфон попросит вас свою электронную почту. Ваша электронная почта и есть ваш аккаунт. То есть он нужен для того, чтобы качать из Google Play Market. То есть вы заходите в Google Play Market, и вот, допустим, у меня мой аккаунт. Без вот этого аккаунта вы ничего скачивать, конечно же, не сможете. Устанавливать тоже не сможете. Потому это важно. Это работает только в том случае, если у вас есть свой аккаунт, конкретно в Google Play Market. И на момент удаления вы были конкретно под вот этим аккаунтом. То есть, если вы ведете какой-то абсолютно другой аккаунт, то, понятное дело, у вас не получится восстановить то, что вы хотели. Итак, чтобы вы не запутались, куда нужно заходить. Находите свой Google Play Market после того, когда вы сделали первый запуск телефона. То есть, когда уже все настройки сброшены полностью. Вот, зашли. То есть, вы должны уже быть под своим аккаунтом. Заходите на свою аватарку. И вот здесь нажимаете управление приложениями и устройством. Дальше здесь ничего не трогаем. Переходим просто на управление. Вот здесь у вас будет вкладка установленные. Вот, но, скорее всего, она будет у вас пустая. Вам нужно нажать на установленные и внизу попасть на список неустановленные. Вот, нажимаете. И вот здесь как раз таки все вот эти приложения, которые вам высветятся, это те приложения, которые у вас были установлены на ваших смартфонах. Вам просто на всего нужно будет выбрать вот эти приложения. То есть, вы просто сразу же одним нажатием переходите на то приложение, которое у вас уже было. Ну и нажимаете установить. То есть, запоминать даже не придется у вас то, что у вас было. Все оно здесь будет. То есть, пройдитесь там. Это займет немного времени. И заново просто установите те приложения, которыми вы пользовались. И таким способом вы не потеряете свои программы, которыми вы часто пользовались до этого. Продолжение следует...